В этом видео я покажу свою доходность по инвестициям за миллиард лет, как я уже инвестирую. Если честно, я уже не помню, сколько инвестирую, что-то порядка двух лет. В названии вы видите точную цифру. И покажу в этом видео свою доходность. Напоминаю, что я сейчас инвестирую через Тинькофф Инвестиции, но начинал я со Сбербанк Инвестор, поэтому сначала покажу то, что там на Тинькове у меня получилось с момента, как я веду инвестиционный счет на Тинькове. Потом покажу общую доходность, которую я введу в своей таблице. И там, и там есть нюансы, на которые нужно обратить внимание. Я вам покажу эти нюансы, расскажу о них. Ну, соответственно, в этом видео в целом вы узнаете, сколько в теории можно зарабатывать на инвестициях. Если слово «зарабатывать» тут применимо, конечно. Ремарочку небольшую сделаю перед началом. Я введу другие соцсети, Инстаграм, Телеграм, еще другой Ютуб-канал у меня есть. В Инстаграме в основном такие вопросы мне задают. Я там на вопросы в сторисах отвечаю. Может быть, вы, кто сидит на Инстаграме, знаете этот формат. Вот, мне часто люди спрашивают, вот, Артем, хочу начать зарабатывать на инвестициях. Там, сколько нужно денег? Какие-то вот такие вариации вопроса. Господа, если вы только хотите начать инвестировать, вы не должны приходить сюда с мыслью «сейчас начну зарабатывать». Как минимум первые три, может быть, пять лет, вы должны не зарабатывать деньги. Вы будете не зарабатывать деньги на инвестициях. Вы будете деньги на инвестиции тратить. Вы будете работать. Вы будете пахать. Вы будете зарабатывать условно там свои 50 тысяч рублей в месяц. Ну, кто там зарабатывает 20, то 20, кто 100, тот 100. Не важно. И хотя бы какую-то часть, желательно большую часть, откладывать. Просто берете, условно 100 тысяч заработали, 50, отложили сразу же, на 50 живете. И вот эти 50 тысяч, это у вас в общем бюджете своем будет идти как минус, как расход. И вы будете не зарабатывать первое время, первые пару лет. Вы будете деньги тратить. Для чего? Для того, чтобы накопить капитал. Но есть в этом небольшой плюс. Вы будете деньги тратить, но в любой момент можете их обратно вернуть. Вопрос только там, что-то подросло или что-то упало, не важно. Но несколько первых лет я вам рекомендую постоянно деньги тратить. То есть тут нет халявы, тут нет такого, что зашли там, вот пару лет там посидели, заработали там полмиллиона миллион рублей. Нет. Вот то, что я сейчас скажу, как заработал, фактически, практически все, масло-масляное, да? Практически все, что я сейчас вот покажу, что я заработал, это нереализованная прибыль. То есть если я сейчас продам эти ценные бумаги, выведу, да, у меня денег вот на такое количество станет больше. Но это не то, для чего я пришел инвестировать. Это не мои цели, то есть не поднять капитал на какую-то сумму. Я так неплохо зарабатываю, и вот то, что зарабатываю, я как раз-таки трачу. Для чего? Для того, чтобы достигнуть цели финансовой независимости. Жить на пассивный доход. То есть я инвестирую для того, чтобы положительный там денежный поток увеличивался. А он увеличился в основном с дивидендов, а не с роста. Ну такое предисловие длинное, большое, потому как меня смотрят разные люди, и надо объяснить всем, что к чему, чтобы не было недопониманий. Что ж, заходим на мой брокерский счет на Тинькове, и кто в Тинькове сидит недавно, объясняю. То, что вы видите сейчас за все время, это нереализованная прибыль по открытым позициям. У меня она в данный момент минусовая. Почему и что это значит? Это не доходность. Доходность я покажу чуть позднее. Она мне естественно положительная. Я не знаю, кем надо быть, чтобы там за продолжительный период времени сидеть в минусах, тем более, когда рынок растет. Так вот, к чему я сейчас это говорю? К тому, что в том же Инстаграме меня люди спрашивают, не понимают. У меня открыты позиции. Вот, допустим, брокерский счет, какие-то там дивидендные ETF у меня есть, допустим, доллары есть. И обратите внимание, вот у меня одна из дивидендных ETF упала на 7%. Что это значит? Это значит, что если я сейчас продам этот дивидендный ETF, который мне принес убыток 180 тысяч рублей, ну, там, 3 тысячи долларов, там, 180-200 тысяч рублей убыток, если я его сейчас продаю, то есть фиксирую вот эту вот нереализованную прибыль, которая с минусом у меня сейчас висит здесь, то у меня вот эта цифра поменяется, причем в положительную сторону. Почему? Потому что у меня исчезнет из открытых позиций вот эта позиция, исчезнет отсюда вот эта цифра, и вот это за все время будет считаться только по тем цифрам, которые есть вот здесь. Я видел нескольких ребят, каких-то полумошенников, не искал бы мошенников, да, но таких полумошенников, каких-то серых, странных, зачем они это делают, показывать не понимаю, которые просто берут всякого говна, что-то растет, что-то сильно падает, то, что сильно падает, они продают, оставляют только то, что сильно растет, и вот показывают, какой я крутой, зачем они это делают, я не понимаю. Вся доходность настоящая находится вот здесь вот в аналитике. И сейчас я к ней перейду. У меня тут два брокерских счета, я так понимаю, они оба считаются, вот стоимость в рублях, 6 миллионов 925 тысяч, сейчас посмотрим, считаются они действительно оба или нет, заходим в аналитику и смотрим, что, во-первых, покажу поэтапно, за месяц, за полгода, за год и за все время, основная доходность сейчас по текущему портфелю будет за небольшие периоды времени, то есть за месяц максимум будет процентов доходности, за полгода поменьше, за год поменьше, за все время еще меньше, почему? Потому что то, что вот у меня сейчас лежит в брокерском счету, оно у меня приходило не сразу, то есть я сейчас покажу доходность за все время, естественно, доходность не со всех моих там 5 миллионов рублей, во-первых, у меня из этих там 7, во-первых, из этих 7 миллионов рублей у меня там миллион лежит в кэше, из него вообще никакой доходности не приходится, это раз, во-вторых, эти вот там оставшиеся 6 миллионов, они у меня были постепенно, то есть сначала была небольшая сумма, потом больше, 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 и естественно, то, что вот вы видите сейчас на своем экране, эта сумма у меня лежит там буквально несколько месяцев, То есть еще несколько месяцев назад она была меньше И доходность приходила не на эту сумму, а на сумму меньше Соответственно, то, что у меня там месяц лежит, это доходность конкретно на этот капитал Плюс этот месяц, там рынок активно растет Вот и получается, что доходность за этот месяц составила почти 600 тысяч рублей Неплохо? Неплохо, но это нереализованная прибыль, потому как активы я не продаю В то же время, обратите внимание, там 578 тысяч было за месяц, а за полгода 412 Почему? Потому что доходность меньше Почему? Потому что за прошлые 5 месяцев, вот как раз-таки на эти прошлые 5 месяцев приходится обвал в марте И в прошлые 5 месяцев был сильный обвал, где у меня в моменте была просадка и был нереализованный убыток Как видите, за полгода у меня плюсовая зона Это значит, что я покрыл доходностью весь обвал в марте, еще и вышел в плюс на 400 тысяч рублей Замечательно? Замечательно Но, как видите, за полгода доходность меньше, чем за месяц Потому что рынок растет не всегда, рынок волатильный, рынок может упасть В моменте у меня тут было и минус, по-моему, 600 тысяч рублей По-моему, минус миллион доходило в моменте Видео я тоже на эту тему, насколько я помню, снимал Не помню, сколько был убыток, я на это особо внимания не обращаю Я тоже говорил, почему и как добиться спокойствия, когда у тебя туда-сюда вверх-вниз счета ходят Но, тем не менее, в общем, на канале можете найти Тем не менее, вот такая вот результативность За год последний доход 846 тысяч рублей Сюда входит что? Сюда входит тот сильный рост за последний месяц Сюда входит обвал в марте, где был сильный убыток Причем, как видите, там доходность за этот месяц суммарная с доходностью за прошлый месяц Она покрывает весь этот обвал и еще и там в плюсе И вот за, получается, год, если я жму Здесь еще входит тот самый бычий рынок 2019 года Но на том бычьем ралле, как видите, как вы понимаете Я заработал не так много, как за последний месяц Почему? Еще раз, потому что капитал был меньше На этом графике видна сумма моего капитала И вот тут большая просадка была Это не потери, это я вывел деньги для того, чтобы купить квартиру И вот эти вот там полгода, видите, как у меня капитал рос, 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 рос И вот это я его пополнял, пополнял, а потом я просто снял кэш То есть по факту у меня вот акции, ну, примерно вот там на уровне остались Там что-то подрастало в моменте, что-то падало Ну, вот вся вот доходность Вот это вот все, что сверху, это был кэш, который я копил на брокерском счету Думал инвестировать, не инвестировать, инвестировать, не инвестировать Решил вывезти и купить квартиру Вот Соответственно, результативность вы видите на экране То есть в Тинькофф Инвестициях я здесь за... А, это я за год смотрю, кстати За все время надо еще глянуть Ну, за все время практически миллион То есть в Тинькофф Инвестициях я с июня 2019 года, но, как вы видите, тогда у меня там было 150 тысяч рублей, абсолютно условная цифра. 315, какая-то уже цифра появилась в августе 2019, то есть здесь я фактически год. До этого я инвестировал через Сбербанк Инвестора. И получается, что дивидендами я получил 238 тысяч рублей, а общая доходность составила 922 тысяч. Это с учетом вообще всей волатильности, вообще всех просадок, вообще всех убытков, зафиксированных в том числе, и всей прибыли зафиксированной и не зафиксированной. Это считается как текущая сумма счета минус то, что я пополнил, ну и, соответственно, еще вывод тут учитывается. То есть текущая сумма счета не написана, наверное, да? Вот пополнение было вот на такую сумму выводов, на такую сумму, то есть считается пополнение минус выводы, та сумма, которую я суммарно из своего кармана достал и оставил на брокерском счету, и вот это число вычитается из текущего портфеля и получается доходность. То есть вот так вот считается чистая доходность. И сюда влияет все, абсолютно все котировки, абсолютно все колебания. Вот такая получается доходность. Причем, обратите внимание, это не за все время, как инвестирую, это за последний год. Но за последний год миллион, за прошлый год, вот как я инвестировал первый год, ну там была небольшая сумма, потому что у меня общая сумма капитала была небольшая. Если я сейчас открою финансовый план у себя в таблицах, там где считается общая доходность, тут будет вообще цифра в полмиллиона рублей всего лишь. Почему еще раз? Это не значит, что у меня в Сбербанке был убыток, там тоже была прибыль, но как раз таки то, что я говорил в начале видео про нюансы. Вот эта таблица, которую я веду лично для себя, она не считает дивиденды. У меня сейчас чистая дивидендная стратегия, которая приносит мне кэш пассивно. То есть каждый месяц мне дивиденды капают. То, что мне дивиденды капают, я заношу в прибыль у себя в таблице. И эти дивиденды я реинвестирую. И я их не заношу в дельту. В дельту это только стоимость чистого капитала. То есть то, что я получаю дивидендами, я плюсую к сумме вложил. Но то, что в Тинькове мне приходят дивиденды, они не считаются как то, что я пополнил. Они считаются как общая доходность. То есть фактически в Тинькове дивиденды прибавляются вот сюда, а у меня они сюда не прибавляются, потому что я их прибавляю в ту сумму, которую я вложил. То есть они фактически прибавляются и там, и там в стоимость портфеля. Но во вкладку вложил, в раздел вложил, они в Тинькове не прибавляются, потому что фактически я из своего кармана ничего не довкладывал, только то, что получил пассивно. Вот поэтому такая цифра, такая разница в цифрах. Если считать чистым, чистым, чистым без учета дивидендов, полмиллиона рублей. Если считать с учетом дивидендов, ну плюс там еще какая-то динамика у меня была на Сбербанке, ну получается 929 тысяч рублей. Не претендую на то, что у меня здесь все правильно и достоверно в моей таблице. Все-таки Тиньков считает там автоматически все по всем цифрам. За это, соответственно, этой цифре доверять можно больше. Но еще раз напоминаю, здесь нету информации по моим первым результатам на Сбербанке. То есть вот такие цифры. Разложил все по полочкам, надеюсь, вопросов не осталось. Но если есть вопросы, пишите в комментариях. Комментарии я читаю редко, вижу их редко. Я больше сижу в других социальных сетях. В частности, у меня есть Инстаграм, как я говорил, и Телеграм. Ссылки на них будут в описании. Вот так выглядит мой Телеграм. Я тут пишу про свои инвестиции, про результаты, про новости, мысли. По графикам пишу. По экспериментам инвестиционно пишу. По расходам, по доходам. В общем, выжимка сока того контента, который я даю на Ютубе. Если видео понравилось, заходите по ссылке в описании в мой Телеграм-канал. 14 тысяч подписчиков. Им это интересно, им это полезно, им это актуально. Думаю, что это актуально будет и для вас. Ну и, естественно, Инстаграм. Инстаграм я как раз-таки отвечаю на вопросы в сторис. Можете мне их задавать, я их в сторис отвечаю в течение дня. Там контента прям еще больше. Что ж, не забывайте, что по ссылке в описании можете получить 1000 рублей в подарок. Если закажете Тинькофф Блэк дебетовую карту, не кредитную, обратите внимание, заказываете, получаете. 5000 рублей сделок проводите в месяц. Сделок, в смысле, покупок. То есть идете в магазин, покупаете продукты. И сверх всех кэшбэков, сверх всех бонусов вы еще и 1000 рублей в подарок получаете. Ссылки все будут в описании, в том числе и на Тинькофф карту. Жду ваших комментариев. Всем пока.